Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Ну, впрочем, на моем канале ничего другого больше и нет. В этом видео я покажу вам, как живет Ольга Бузова. В течение всего моего дня я буду делать ровно то же самое, что делает Ольга. Я буду вставать во столько, во сколько встает она. Это очень печально. Я буду ложиться спать во столько, во сколько ложится она. Я буду есть то, что есть она, смотреть то, что смотрит она. Так, как же живет Ольга Бузова? В этом видео мы с вами все посмотрим, узнаем. А вы мне напишите, если вам понравится это видео. Жизнь какой-то другой знаменитости вы бы хотели, чтобы я повторила. Так что обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, тык, если вы еще не подписаны. Включайте себе уведомления о публикациях, потому что помним, что у меня скоро миллион. Это событие никто не должен пропустить. Подписывайтесь также на мой инстаграм, на мой вконтакт. И приступим. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Собачками. Потом она выкладывает историю в инстаграм. Чем занимаюсь теперь я. Всем доброе утро, мы тут с собачками играем. Ну как играем, они пришли меня обладить, потому что нефиг так долго сегодня спать. И дальше в спешке собираются, благодаря лайфхаку, который я сейчас буду повторять. Ловить лайфхак от Бузовой. Как собраться быстро на съемку, когда тебе очень рано вставать, если ты спала 3 часа. Значит, идем в душ. Быстро. Моемся. Окей, это было не так сложно. А что дальше? Пока тело мокрое, мажьтесь маслом, чтобы оно быстро впиталось, потому что зимой кожа сушится. Пока еще лето, но мы же с вами папа с Макитцей и знаем, что летом кожа тоже сушится. Пока вы в масле, срочно делайте себе кофе. Кофе, 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 кофе. Увлажняйте лицо. Пачи под глаза. Выпиваем чашечку кофе спокойно, не нервничай. Утром я не завтракаю, потому что мне не хочется. Собираемся. Думаем о том, что нужно успеть, а сегодня что-то... Оделась я в свободную футболку и спортивки, как Оля. И надо выбрать очки. Эти или эти. Одеваемся. И с полотенцем выезжаем из дома. Надо было видеть, как на меня смотрели, когда я в таком виде на полном серьезе собиралась выходить из дома. Честно скажу, более странно себя в автомобиле я еще никогда не чувствовала. Вы знаете, я самый иммунный человек к общественному мнению, но сегодня я реально буду наблюдать за реакцией автомобилистов на вот это вот. Потому что если бы я увидела человека в таком виде, я бы, наверное, поржала. Делает вид, что он не замечает меня, но он явно в шоке. Вы посмотрите на него, вы на него только посмотрите. Но помните, что рофлы рофлами, а вот безопасность за рулем это самое важное. Ясно? Надеюсь. К сожалению, из-за того, что дождь проливенный, люди даже не обращали внимания на то, кто едет и где. Потому что, я думаю, вы слышите звук. Нереально обращать внимание на других людей во время езды. Да и я, если честно, тоже не смотрела, пянуться на меня кто или нет. Собственно, вот. Я приехала на съемку, но так как, в отличие от Оли, у меня съемки находятся дома, поэтому я просто подумала и решила, знаете, что сделать? Приехать к себе домой! Я буду повторять ее макияж вот с этой вот фотографией. Макияж, мне кажется, самый интересный. И сейчас я буду это повторять. Вот. Кстати, в макияже мне будет помогать вот эта вот коробочка. Это как раз моя новая посылка от Диваш. Зацените. Давайте вместе сейчас с вами, во-первых, посмотрим, что там лежит внутри. И заодно сделаем легкий макияж. Так, внутри у нас тут лежит тональный крем, пудра, палетка для бровей, тушь для ресниц, помада и еще одна помада. Сама упаковочка, как вы видите, очень красивая и средства самые необходимые. Как раз в нашем макияже они нам понадобятся. В самом начале, естественно, я воспользуюсь тональным кремом. Здесь все очень просто и нет никакой особой техники нанесения. Оля наносит тональник довольно плотным слоем. Это, правда, тем, что у нее постоянно идут какие-то съемки. И ей нужно, чтобы ее кожа всегда выглядела идеально, под любым освещением. Кстати, тональник очень приятный и неплохо пахнет. А еще у него есть эффект того, что он немножко подсвечивает кожу, и она выглядит достаточно здоровой. Теперь предлагаю попробовать оформить брови. Как раз-таки сейчас попробуем вот эту и палетку протестировать. Эту палетку очень часто видела в обзорах. И она имеет независимый, практически максимальный рейтинг, а рекоменд. Используюсь более светлый оттенок, чтобы у нас был с вами не резкий переход, а то будет нехорошо. Смоки айс, причем довольно-таки в гранжевом стиле, то есть немножко небрежно. Черный цвет, растушеванный в несколько треугольничек. Потом идут коричневые тени, чтобы черный цвет не был таким активным. И они идут уже где-то начинают с середины верхнего века. Потом идет очевидный хайлайтер, прям под бровью. Конечно же, очевидно, что к такому активному макияжу глаз нужна активная-активная тушь. Поэтому заодно вот эту тушь сейчас протестируем, потому что она нам заявляет то, что ресницы наши вымахают ого-го. А еще, кстати, вы можете получить от меня промокод на скидочку. На Wildberries можно купить со скидкой 40% весь ассортимент Диваж. Правда, учтите, что действует он только одну неделю. И ссылку на этот промокод я оставлю вам в описании. Слушайте, ну как по мне, глаза получились просто отпадные. Мне кажется, они мне очень идут. Теперь, конечно же, нам нужен контуринг, но для начала все это дело надо будет припудрить. Как раз тут есть пудра. Между прочим, вот, контурирующая. Идеально. Обязательно хайлайтер, то есть сияшечку добавить. Тоже на скулы в том числе, над губой, носик. И теперь нам остается сделать губы. Так как у Оли они суперсветлые и просто чуть-чуть оттенены, я сделаю все то же самое при помощи вот этой вот матовой жидкой помады. Пигмент у нас довольно активный, поэтому я положу каплю-каплю и просто растушую на губах. Кстати, мне очень понравилась эта матовая жидкая помада. Она очень клевая и прям пахнет очень здорово. Просто класс, очень нравится. И цвет такой приятный, прям то, что надо. Единственное, я бы сюда добавила еще прозрачного блеска, потому что у меня прям увлажненные такие губы. Гораздо, гораздо более похожи становятся. Сейчас я еду обедать с моей подругой. Мы едем с ней в ресторан, и я буду заказывать то, что обычно заказывает Оля. Ну, логично, что я еще могу заказывать в этот интересный день. Обычно Оля в машине слушает просто офигительно классную музыку. И мы сегодня тоже слушаем офигительно классную музыку. Я бы в кубку кури, если бы моряком. На завод, на завод. Ну, а что? Да, я слушаю эту музыку. Бананы, вкусные бананы. Очень я бананы люблю. Так, я взяла себе немного сашими из лосось. Также у меня тут, да, всего-навсего 4 острых ролла с лунцом и с лососем. Наконец-то, наконец-то мы будем есть. Так что, сегодня я живу, типа, как Ольга Бузова. Ты любишь Ольгу Бузову? Я знаю только, что у нее прическа бы менялась. Это все, что я не знаю. Что? 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 А, так что она певец. А, ну да, слышала что-то. А Дом 2? Ну, Дом 2, да. Ты смотрела Дом 2? Господи, нет, конечно. А может быть, ты участвовала в этом реальнити-шоу и не говорила, что ты этого не делала? Нет, это неправда. Да что ты. Я никогда не была в этом отстойке. А когда тебя в интернете развели на Дом 3? Мы с подружкой покушали и на этом наша встреча заканчивается. Теперь я поеду в спортзал, потому что надо подкачаться. Поехали. И заодно еще хорошую музыку в машине послушаем. Каждый день Оля ходит в спортзал, чтобы поддерживать фигуру в форме. Обычно она делает это в свободное время. И, как правило, это ближе к вечеру. Чтобы качать ручки самостоятельно без тренера, встаем на колени, руки расставляем и 10 раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ааа, кажется, я уже померла. Педальки крутятся, а велик не едет. Ужас. О, растяжечка. Это я могу, умею. И, как видите, практикую. По возвращению домой она много и долго кискает-тискает своих собачек. И в этом мы похожи. А вот дальше, дальше вещь, которую я избегала всю мою сознательную жизнь. Дом номером два. Телевизор мне так никто не настроил. Да, Ева. Поэтому я смотрю дом два через iPad. Не знаю, откуда у меня есть столько сил и энергии, но вечерами Оля частенько танцует. И еще снимает это все в сториз. Я, конечно, лучший танцор этого мира, поэтому смотрите, как элегантны и пластичны мои движения. Ааа, ребята, я только что позицевала, как весело. Дэнс, дэнс, дэнс. Танцуем, танцуем. Дэнс, дэнс, дэнс. Танцуем, танцуем. А это уже информация из огромного количества интервью в интернете. Перед сном Оля тщательно очищает кожу лица мицеллярной водой, а потом использует умывалку и закрепляет результат увлажняющим кремом. А потом красиво одевается. Дома надо одеваться тоже красиво. Я считаю, что даже дома девушка должна выглядеть красиво. Что ж, вот такой вот насыщенный день у Ольги Бузовой. И это на самом деле очень пипец. Я не представляю, как она вообще так живет, сколько сил она тратит. В общем, надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, луисы и классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал. Если ты еще не подписан, досмотрел до этого момента и не подписался, я не знаю, что тебе сказать, друг, если ты не подписан. Подпишись, в общем. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.